Первое известное сообщение об излучении света твердотельным диандом было сделано в 1907 году британским экспериментатором Генри Раундом из Маркони-Лабс. Раунд впервые открыл и описал электролюминесценцию, обнаруженную им при изучении прохождения тока в паре металл, карбид-кремния, карборунд, сич, и отметил желтое, зеленое и оранжевое свечение на катоде. Эти эксперименты были позже, независимо от раунда, повторены в 1923 году О.В. Лосевым, который, экспериментируя в Нижегородской радиолаборатории с выпрямляющим контактом из пары карборунд, стальная проволока, обнаружил в точке контакта двух разнородных материалов слабое свечение, электролюминесценцию полупроводникового перехода, в то время понятия полупроводниковый переход еще не существовало. Это наблюдение было опубликовано, но тогда весомое значение этого наблюдения не было понято и потому не исследовалось в течение многих десятилетий. Лосев показал, что электролюминесценция возникает вблизи спая материалов. Теоретического объяснения явлению тогда не было. Лосев вполне оценил практическую значимость своего открытия, позволявшего создавать малогабаритные твердотельные, безвакуумные, источники света с очень низким напряжением питания, менее 10 В, и очень высоким быстродействием. Им были получены два авторских свидетельства на световое реле, первое заявлено в феврале 1927 год. В 1961 году Роберт Боярд и Гарри Питман из компании Texas Instruments открыли и започентовали технологию инфракрасного светодиода. Первый в мире практически применимый светодиод, работающий в световом, красном, диапазоне, разработал Ник Холоньяк в университете Иллинойсе для компании General Ehrlich Trich в 1962 году. Холоньяк, таким образом, считается отцом современного светодиода. Его бывший студент, Джордж Шкрафорд, изобрел первый в мире желтый светодиод и улучшил яркость красных и красно-оранжевых светодиодов в 10 раз в 1972 году. В 1976 году Т. Персол создал первый в мире высокоэффективный светодиод высокой яркости для телекоммуникационных применений, специально адаптированный к передаче данных по волоконно-оптическим линиям связи. Светодиоды оставались чрезвычайно дорогими вплоть до 1968 года, около 200 долларов за штуку, их практическое применение было ограничено. Исследования Жака Панкова в лаборатории ОРЧ привели к промышленному производству светодиодов, в 1971 году им был получен первый синий светодиод, компания Monsanto была первой, организовавшей массовое производство светодиодов, работающих в диапазоне видимого света и применимых в индикаторах. Компании Huellet по карту удалось использовать светодиоды в своих ранних массовых карманных калькуляторах. В начале 1990-х Исама Акайсаки, работавшая вместе с Хиросиамоном в университете Ногое, а также Судзина Камура, работавшая в то время исследователем в японской корпорации Ничио Чимичал Индустриас, смогли изобрести дешевый синий светодиод – ледь. За открытие дешевого синего светодиода M3 им была присуждена Нобелевская премия по физике в 2014 году. Синий светодиод, в сочетании с зеленым и красным, дает белый свет с высокой энергетической эффективностью, что позволило в дальнейшем создать, среди прочего, светодиодные лампы и экраны со светодиодной подсветкой. В 2003 году, компания Chetizen LH Tronics первой в мире произвела светодиодный модуль по запатентованной технологии, непосредственно монтировав кристалл от Ничио на алюминиевую подложку с помощью диэлектрического клея по технологии ChaponBoward.